Привет, я в Варшаве. Если здесь знать места, то можно найти кафе, ресторанчики, где с утра, с раннего утра подают в эмулированных кружках горячий польский борщ. Борщ в кружке. Это лучшее, что может быть. Ленинградскую программу вечерних новостей 600 секунд нередко обвиняют. То в непомерной жесткости, то в этакой гусарской беспечности. Ее ведущий, Александр Невзоров, настаивает. Жанр передачи «Правда». Саша, у вас репутация милицейского журналиста. Вы состоите на службе, получаете... Я не состою на службе в милиции, ни в милиции, ни в Комитете государственной безопасности, ни в каком-нибудь другом подразделении правоохранительных органов. Я просто беру в себе те сюжеты, которые мне нужны. А кожаные клубы есть? Я удивлюсь, почему на вас ее нет. Это идеальная одежда для репортера. Это вообще традиционная репортерская одежда. Мне приходят на пожар, в подвалах, в исполкованах. Все люди, где можно замараться. Конечно, если есть убийство, если есть происшествие, мы же никак не берем просто вылобленного, найденного. Нас это не интересует. Когда труп подтянет за собой цепочку, когда это преступление, причем преступление, характеризующее степень разложения нашего замечательного общества, тогда да. Потому что преступность, это же тоже не само по себе. Это тоже проявление тех замечательных процессов, которые символизируют уже полный распад всего, что происходит. Но я не ищу трупы. Если у нас возникает спор, труп, убийство, криминальный сюжет или что-нибудь еще, какая-нибудь сильная бытовая, социальная, конечно, про это насильную бытовую социальную... Программа «600 секунд» когда-нибудь помогла органам внутренней тела с каким-нибудь другим органам в раскрытии, как вам конкретно? Постоянно помогает. А наверху вами довольны? Вы знаете, меня больше беспокоит, доволен ли я. А вот так вот было обстоятельно. Понятно. То есть вы очень хорошо вооружены? Я не знаю, как вы. У вас есть таблина? Нет. Вы не боитесь? Как сказать, меня поздно бояться. Я столько натворил. А взяток не давали? Слушай, в последнее время, к сожалению, даже предлагать перестали. Это был какой-то кошмар. Раньше хоть нас развлекали постоянно. Александр Игоревич сидит и просто, знаешь, это самый главный финансист банка. Говорит, слушай, пять тысяч, две тысячи, кооператив такой-то, инструктор такого-то райкома полторы тысячи. Ну, сожжай райкома не было, за что. Аж кто был? Ни жалкого никак не давал. А сейчас перестали предлагать. Самая крупная взятка была предложена в 30 тысяч. Но мы, к сожалению, не взяли. Кто предлагал когда? А, кооперативчик один. Причем за какой-то абсолютно невинный сюжет, который с его точки зрения просто унижал их достоинства и так немножечко принижал их престиж. А, за то, чтобы сюжет не пошел? Чтобы не пошел. И самая мелкая взятка была предложена непосредственно мне, размером в один рубль. Предлагал ее бомж за то, чтобы я его не снимал, поскольку он в этот день, по его словам, очень плохо выглядит. Мне интересуют некоторые подробности войны, которая разыгралась между вьетнамскими торговками и цыганками. За право торговать переходят. Что сделали? Раз бы набили. А вот у меня есть данные, что они победили, а они вас лопят. Правда это, нет? Мы им тоже не можем. Что бы им нагреться? Они не хотят, чтобы их видели на экране. Вот ты же рассказывал историю с тем же бомжем. Как вот в плане, ты видишь какие-то угрызнения совести, что ты нарушаешь какую-то свободу? Конечно, я никакой свободы не нарушил. Он в праве отвернуться всегда, в праве закрыть лицо руками. И я никогда этих рук не оторву. Вот, класс. Спасибо. Хороший день. Покажи, что ты купил. Ну, что я мог купить? Вот, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...